Итак, друзья, на днях, просматривая в фейсбуке, я натолкнулся, точнее, на интереснейшую картинку. И эта картинка, она натолкнула меня на интересные размышления. Суть заключается в следующем. На повестке дня один вопрос. Кто короновал вирус? Кто не знает, друзья, есть такие определенные, есть люди, которые называются воры в законе. Это люди, предназначение или цель которых поддерживать, следить за тем, чтобы правильный был воровской закон, он поддерживался, он хранился и так далее. И для этого, чтобы наделить их определенной властью, вот откуда там вот эти татуировки и так далее, их наделяют определенными полномочиями, властью. А высшее там это в законе. Вот это называется короновать этого человека. И вот вы знаете, что называется коронавирус. И вот он собрал всех братьев, этих вот всех по несчастью и говорит, кто же его короновал, то есть кто? Это называется сходка. Так вот, друзья, хочу сегодня проповедовать на тему, тема сегодня проповеди звучит так. Не надевайте своим вирусом короны. И я сегодня буду говорить, друзья, не только о коронавирусе, потому что тогда это будет, знаете, такое впечатление, что паника или страх какой-то. Я вам хочу сказать, у каждого из нас есть свои вирусы. У кого-то это вирус, друзья, отверженности, у кого-то это вирус самомнение, у кого-то это вирус, чего хочешь. Поэтому, друзья, хочу вам сказать, не надевайте своим вирусом короны. Раскоронуйте. То есть снимите короны с этих вирусов. Что я подразумеваю под этим? Если провести параллель с той картинкой, друзья, то у каждого вируса есть свои определенные законы, законы жизни. Вирус отверженности, он заставляет человека относиться с недоверием и подозрительностью ко всем. Он заставляет его иметь низкую самооценку. Он не позволяет ему принимать адекватно мнение людей и так далее. Но знаете, какое, вы скажете, какое-то имеет отношение к месяцу Божьего страха. Все очень просто. Это человеческий смысл. Если сердце человека наполнило человеческими смыслами, вот этими вирусами, и они занимают вот эту ключевую, главенствующую позицию, друзья, как бы Бог не хотел достучаться к нам с вами в сердце, Он не может. Я вам приведу один пример. Если вы читали когда-нибудь Бытие, 11 глава, вы помните, там был один момент, когда в Вавилоне начали строить башню. И кто-то говорит, Бог всемогущий, Бог всесильный. Да, и аминь, я согласен. Но вот именно этот всемогущий, всесильный Бог пришел, посмотрел, написано, Он говорит, мы ничего не можем сделать. И если они приняли решение уже, так вот, мы ничего не можем сделать. Так вот, я вам хочу сказать, друзья, когда мы принимаем решение в своем голове допустить какие-то вирусы, у нас проблема. Я не говорю сейчас в качестве, с точки зрения медицины, просто свой пример. Однажды я где-то услышал, я практиковал это, и у меня получается это. Знаете, когда я заболеваю, только чувствую какие-то первые какие-то симптомы, я, ну, кто однажды мне сказал, врач один говорит, ты дай дополнительную, не сильную нагрузку организму, там поджиматься, поприседать, и организм он принимает, что ему нужно бороться, включается иммунитет дополнительный, он борется, и у меня, скажу вам так, практически всегда это очень получается. Достаточно хорошо получается. Я сейчас как в бочке слышу себя. Вы крутите, и из-за этого получается хуже только. Было отлично, но стало хуже. Так вот, смотрите, друзья, что получается? То есть у тебя включается вот иммунитет, он начинает дополнительно работать. И точно так же я вам хочу сказать, когда мы одеваем этим вирусом, друзья, мы не боремся, мы ничего не делаем в отношении этих вирусов, я вам хочу сказать, а он одевает корону, и он начинает руководить, он начинает управлять жизнью человека. И тогда приходит Бог, и он говорит, послушай, я хочу сказать тебе, что я тебя люблю. Я тебя люблю. Моя любовь тебе велика, человек говорит, не-не-не-не-не. Тот, который сидит там с короной, он говорит, что нет, ты не можешь меня любить, я не достоин твоей любви. Я хочу вам сказать, друзья, это самое большое заблуждение, но почему оно имеет место? По одной причине мы одели корону. Итак, друзья, мы не будем сегодня с вами хайповать. Есть такое модное слово, кто знает, что такое хайп? Не знаете, да? Все, я понял. Друзья, иногда вам надо чуть... Хайповать, слово хайп, это означает использовать тренд... Оп! Следующая фраза, которую стоит объяснить. Нет, хайповать, это когда вы берете тему, которая в актуале, и ты на ней получаешь, типа, делаешь какой-то пиар себе. Ну, не себе там, а тому, что ты говоришь, привлекаешь дополнительное внимание. Нет, на самом деле, друзья, абсолютно нет, но если как церковь, я думаю, что мы должны на это отреагировать. Я сегодня построил проповедь в стиле, друзья, так, несколько вопросов, то есть 4, по-моему, или 5 основных вопросов, которые есть, которые сегодня, они витают, знаете, так, в воздухе у людей, они молчат, возможно, о них, возможно, даже кто-то из вас, вы молчите, но я попробую ответить на них и таким образом ответить. Итак, друзья, первое, первый вопрос, первый вопрос звучит так. Как Бог смотрит на вирусы? А как Бог смотрит на них? Какой Божий взгляд? Божий взгляд на коронавирус и на другие. И я его назвал так, не коронуй свои вирусы. Иисус Навин, 2 глава, 11 стих. Чтобы отвечать на вопрос того, какой Божий взгляд на проблемы вот таких вот вирусов и тенденций и так далее, я хочу прочесть это местописание. Когда мы услышали об этом, ослабелось сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Эти слова говорила, как же ее звали, не Руфь, а, нет, в Ерихоне, Рав. Да, Рав. Рав, она говорила с оглядатаем, которые пришли в Ерихон. И она, когда они ее спросили, какая реакция, какая обстановка в городе, она говорит, вот, когда жители города услышали о вас, у них сердце ослабело. И смотрите, ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Это история, друзья, о том, как ерихонцы или жители Ерихона испугались израильтян, которые горели в том, что сам Господь был их вождем. Вы знаете, они шли вслед за этим огненным или пыльным столпом днем, ночью, они переходили через Иордан, они завоевывали новые территории. Вот они пришли к Ерихону, который никто до этого не завоевывал, который был, можно сказать, коронован тем, что он неприступная крепость, и они начали что-то ходить вокруг него, и мы знаем, чем это все закончилось. И когда они пришли, друзья, я думаю, что одной из причин падения Ерихона было буквально в следующем. Послушайте, хотя все знали о Ерихоне, что он неприступная крепость, но смотрите, что сказал Рав о жителях, которые жили внутри неприступной крепости. Она говорит, наше сердце, что ослабело. Духа в нас не стало. Я думаю, что стены Ерихона пали с одной стороны, потому что так совершил Господь, с другой стороны, потому что те, кто были снаружи, хотя они были не в крепости, хотя у них не было столь сильного вооружения, хотя у них не было военных навыков каких-то и так далее, и так далее, они были сильнее. Можно сказать, что у них был глава, у них был вождь, и они шли под ним, они шли под его господством, они шли под его знаменами, они шли под его владычеством. Можно сказать, что корона Божья, Божья корона, она была на них, и поэтому написано, не стало духа. К сожалению, мне приходится сегодня замечать, друзья, что всякий раз, когда в жизнь, в жизнь нашу, в нашу жизнь приходят какие-то проблемы, все то же самое происходит, только с точностью да наоборот. В жизни многих верующих, друзья, ослабевает сердце и нету духа. Приходит паника, приходит состояние, когда люди просто опускают руки, верующие. Верующие люди, друзья, опускают руки и они говорят, все, все, мы беспомощны перед этим вызовом, мы не можем ничего делать. Сегодня я еще дам баланс какой-то, будет ответ сбалансированный, чтобы вы не думали о том, что вот, все, теперь надо духоманить. Мы об этом как раз тоже будем говорить, но я хочу сказать нам, так важно, друзья, чтобы мы осознавали, под чьими знаменами мы идем. Какие знамена над нами реют? В книге пророка Исаии написано, что Господь поднимет знамя и даст знак народам дальним, и они придут и пойдут за ним. Вы знаете, одно из имен Бога, он говорит, Игова Нисси, что означает Бог наше знамя, или Бог наше боевой флаг, боевое знамя, знамя, за которым мы идем, знамя, которое показывает. Вы знаете, что во время битвы, куда шло знамя, туда шли все. Бог наше знамя, и мы под его знаменами не просто сражаемся, мы под его знаменами, друзья, побеждаем. Мы уже победили, аминь. И вот смотрите, еще раз, трагично почему, почему же так происходит, почему ослабевает сердце, когда приходят такие проблемы. Знаете, я иногда молчу, не говорю, но я наблюдаю всегда. Я помню, когда в 2014 году начались вот эти военные вопросы с Крымом, связанные, потом с Донбассом. Знаете, я наблюдал за церковью. Когда в 2008 году начался экономический кризис, я наблюдал за церковью. И знаете, что я обнаружил, какую закономерность я вывел из каждого из этих кризисов в большинстве своем, друзья? Именно так происходит с многими христианами, к сожалению. Ослабело сердце, не стало духа. Вдруг мы превращаемся, знаете, в такой, ну, как из этого рассказ Шинель, по-моему, называется, не, не Шинель, лишь Шинель, да. Помните, как говорит, как бы чего-нибудь не случилось того, как бы чего-нибудь не случилось. Футляр, человек в футляре, да, да, не Шинель, человек в футляре. Как бы чего-нибудь не произошло. И знаете, он умер, и написано, он лежал в блаженстве в своем футляре, теперь-то с ним точно ничего не произойдет. Он летом ходил в теплом пальто, потому что он переживал. Это неплохо, это хорошо заботиться о своем здоровье. Но, друзья, важно, чтобы любой кризис, он не привел вас в это положение, когда сердце ослабело и не стало духа. Так важно, чтобы мы были сильны. И я такой маленький, отвечаю на этот вопрос, в чем же причина такого состояния, дам вам три простых совета, три простых рекомендации. Первое, друзья, проблема или причиной этому является, что, первое, мы больше размышляем о величине или величии вызовов. Знаете, вы нас, как-то один человек посоветовал, говорит, не смотрите новости ни до еды, ни во время еды, ни после еды. Проблема в том, друзья, на самом деле, кто-то один сказал очень мудрую вещь. Он говорит, слушайте, маленькие микропы, много средств массовой информации привели в панику планету Земля. На самом деле, друзья, все, что произошло, все, что произошло, произошла одна простая вещь. Просто, просто, друзья, просто об этом рассказали все средства массовой информации. Вот и все. Вы знаете, мы на днях как-то с женой тоже смотрели новости, и там какая-то новость была, что-то я не помню. И мне жена говорит, слушай, вот это крутая новость, для этого, говорит, нужно было всем телеканалам ее показать. Там новость что-то, я не знаю, что-то где-то произошло, кто-то там шубу какую-то одел, там, ну, короче, такая, простите, но дурная новость, но ее все телеканалы показали. Ну, она где-то прошла там в новостных порталах, и все ее скопировали, как бы об этом рассказали. Знаете, мне много надо, друзья, немного нужно для того, чтобы что-то стало известно, нужно, чтобы просто об этом все сказали. Мы очень много, друзья, наделили, мы наделяем величием то, что не стоит даже внимания. Еще раз повторюсь, проблема, почему ослабевает сердце, почему не становится духа, мы очень много наделяем, уделяем внимания и наделяем величием то, что не стоит даже внимания. Я не говорю, что этот кризис, ну, вирус там или что-то такое не надо, но не уделяйте ему внимания столько, не величьте его, потому что у него нет величия. Его величие, друзья, может, там на две недели, пока карантин идет, и все. Следующая причина, почему происходит, почему мы, друзья, коронуем иногда вирусы, мы очень неглубоки в познании Божьего величия. В познании Божьего величия. Мы должны понять, друзья, нужно размышлять о том, как велик Господь. Знаете, я сегодня стоял во время прославления, мне хочется петь две песни. Одна песня. Там, знаете, там песня. Друзья, такие песни, их надо петь. Их надо петь. Когда приходят моменты, пойте песни о величии Бога. Пойте песни, друзья, не такие, о, мне нравится эта песня. Да мне все равно нравится она вам или не нравится. Это не вопрос в этом. Пойте песни о величии Бога. О победе Творца. Размышляйте о его величии. Потому что святое место пустым не бывает, друзья. Если вы не будете петь о величии Бога, вы будете петь о величии коронавируса. Я вам серьезно это говорю? А вот смотрите, собирается группа людей. О чем сейчас говорят люди? И никто не говорит, ты знаешь, какой Господь великий. Ну что там, ну что, а руки моешь, а чем ты руки моешь? Она говорит, надо зеленым чаем, а еще поплевать на них надо. Слушайте, знаете, я вам расскажу, знаете, как возникают народные рецепты? Вот так они и возникают. В Голландии придумали народный рецепт, знаете какой? Не повторяйте его. Говорит, коронавирус боится кокаина. Не-не-не, именно кокаина, говорит, надо нюхать. Во, запубликует, говорит, слушайте, это, я не знаю, собрались четыре, наверное, каких-то чудика. Пятый там подслушал, говорит, о, точно, боится. Ребята просто собрались там по причине. Да, понимаете, друзья, нужно размышлять о величии Бога. Скажите, аминь. И третье, друзья, третья причина, почему сердце ослабевает и не стало духа. Вы понимаете, есть такая сегодня проблема, наблюдается. Сегодня мы живем в такое интересное время, когда мы, я называю это так, знаете, нам кажется, что мы овладели верой. Знаете, овладели верой? Я верю. Я вам хочу сказать, друзья, вера, это не богословское понятие. Вера, это реальная сила. Это реальная сила. То есть, это реальная, вот реальная сила. Это реальная сила, которая внутри, в сердце каждого человека, она должна подниматься всякий раз, когда мы сталкиваемся с трудностью. Я недавно смотрел видео одно, я люблю смотреть эти видео об одном человеке. Послушайте, он провел на плоту, на плоту, без каких-либо дополнительных средств. В Тихом океане 440 дней. 440 дней на плоту, без ничего. Вы можете себе представить? 440 дней. Когда его спросили, какой секрет, как вы думаете, какой он сказал секрет? Он сказал, говорит, я принял решение не бояться. Говорит, я сказал, я одержу победу, я выйду из этого сражения победителем. Точка. Говорит, все остальное, это были просто шаги, которые я совершал. 440 дней, друзья. Проблема в том, что у большинства верующих сегодня, к сожалению, вера, она распространяется, вот только, знаете, как, я верю, что сегодня меня нормально встретят и поздороваются. А если не нормально, то я обижусь на всех. Вера, друзья, она побеждает все. Вера, она переставляет горы. Читайте Евреям 11 глава. Вера, это когда тебя никто не любит, а ты проявляешь любовь. Это вера. Вера, она должна быть перестать быть понятием, которое мы знаем. Смотрите, кто мне скажет, что такое вера? Осуществление. И все? Ну, это же действие, друзья. То есть, там целое последствие, понимаете? Поэтому вера должна быть действием. Скажите, аминь. Аминь. Молодцы. Спасибо. Друзья, евреям 10.38. Я сегодня уже говорил. Праведный верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Праведный, друзья, верой живет. Когда приходит кризис, чем живет праведный? Ни слухами, ни новостями, ничем. Вера живет. Кто-то сейчас скажет, а значит ли это, что теперь раз верой, значит не надо. Я сейчас отвечу. Я вам сказал, на разные вопросы отвечу. Но первое, что я хочу озвучить, должна быть вера. Вера, она разумная. Но она верой вначале должна быть. Вы понимаете, иногда наша вера бывает столько разумной, что там веры не остается. Разума много, веры нет. Когда много разума, а веры нет, друзья, происходит то, что мы читали. Сердце ослабело, духа не стало. Как смотрит Бог в конечном итоге, друзья? Я вам открою, как смотрит Бог на коронавирус. 90-й псалом, 14-й стих. За то, что Он возлюбил меня, Бог говорит, знаете что? Избавлю Его. И защищу Его. Потому, что Он познал имя Мое. Все. Помните, какое имя Бога? Его Ира, Его Нисси, Его Шалом и так далее. У Бога, друзья, есть разные имена. И каждый из этих имен говорит о Его величии. Аминь. Когда мы познаем имя Бога, друзья, Он защищает. Вы знаете, я простой пример вам приведу. Я не знаю, как вы смотрите, как вы читаете Библию, но я читаю ее так. Вы в курсе, друзья, что когда был исход из Египта, это 10-я казнь, если вы помните, да, в Библии, там написано, ангел смерти прошел, и каждый дом, чьи косяки не были покрыты кровью Агнца Невинного, он заходил туда и там умирал. Я, там умирал первенец в этом доме. Я думаю, мне кажется, что это был какой-то аналог, в кавычках, этого вируса. Но слушайте, он же какие-то дома обошел. И вот я читаю здесь, он говорит, я избавлю и защищу его. Значит ли это, что не надо соблюдать карантин? Нет, нет, это не означает совсем. Потому что мы живем в этом мире, мы разумны. Но вы должны четко понимать, друзья, вами должно двигать не надежда на карантин, а вот это, за то, что он возлюбил меня, избавлю его и защищу его. Как Бог смотрит на коронавирус? Он смотрит, друзья, на него, я записал себе, «Бог величит свое величие и силу, а не сравнивает себя с каким-то претендентом на корону». Послушайте, если вы внимательно прочитаете 90-й псалом, вы поймете, что Бог нигде не говорит о том, что он будет сражаться с вирусами. Он говорит о том, что он их уже победил. Он говорит, никакой ужас даже не приблизится к тебе. Как он может быть так уверен? Все очень просто. Бог везде величит свое величие. Наша проблема в том, что мы часто, наслушавшись новостей, величием не то. Мы наделяем, еще раз повторюсь, вниманием, точнее, мы наделяем величием то, что не стоило никогда даже нашего внимания. Бог еще раз говорит, за то, что ты, Андрей, за то, что ты, Ваня, за то, что ты, Саша, Юля, возлюбил меня, я избавлю тебя, я защищу тебя, потому что ты познал мое имя. Что нам необходимо сделать, друзья? Просто познавать его имя. Знаете, я в конце вам скажу, что самое классное и плодотворное, я вчера смотрел рекомендации, что же делать во время карантина, и там, знаете, куча рецептов, там все, пересмотрите все кулинарные шоу, начните готовить, овладейте каком-то новым хобби. Я вам хочу сказать, друзья, слава Богу, что у нас все вмещается в два пункта. Знаете, какой? Молись, читай слово. Это скучно. Тогда, друзья, когда в следующий раз вы включите телек, у вас будет сжиматься все внутри, только не от присутствия Божьего, а от другого, от страха. Надо величить то, того, кто велик. 92-й псалом, первый стих. Давайте прочитаем, что царь Давид, друзья, смотрит, как царь Давид видел это все. «Господь царствует, он облечен чем?» 92-й псалом, первый стих. «Господь царствует, он облечен чем?» Величием. «Облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда и не подвигнется». Жизнь человека, который осознает величие, вполне осознает Божье величие, она тверда и не подвигнется. У вас нет паники. То есть в ваш дом не приходит паника. Помните еще раз историю Раав, вот это из Исус Навина. Раав, жительница неприступнейшего города, который многие пытались завоевать, но так ничего и не получилось. Помните? Против него пришла горстка людей, которые с посохами ходили там, в калатах каких-то рваных, не знаю, как рваных, но грязных точно. Они ходили с посохами, и они ходят и кричат, там что-то поют вокруг города. И знаете что? Написано, сердце ослабело и духа не стало. Друзья, в чем был секрет? Секрет был прост. Они осознавали величие Бога. Согласитесь, ведь причина многих проблем, причина многих паник в чем? Мы забываем о величии Бога. Второй пункт. Я уверен, вопрос, возможно, который есть у вас, или кто-то вам задаст его. За что Бог посылает эпидемии, трагедии, болезни, войны и потери? Я даже сегодня в фейсбуке, или вчера точнее в фейсбуке видел, посылает ли Бог? За что Бог посылает? И там, знаете, там началось уже, там понеслась. Простите сейчас за такое сравнение, но знаете, вот возьмите стаю бродячих собак, бросьте им косточку, и знаете, что вы получите? Интереснейшее, увлекательнейшее действие. Кто-то запостил и понеслась. И там, все. Кто-то смотрел 12 месяцев сказку, помните, мачеха со своей дочкой превратились во что? В собаку, друг на друг. Понеслась. Итак, друзья, посылает ли Бог эпидемии, трагедии и потери? То есть, Бог ли придумал эту штуку? Давайте отвечу на ваш вопрос. На самом деле, скажу вам так, что ответ на этот вопрос очень непростой, потому что любой ответ, какой бы вы ни дали, у него будут свои хейтеры. Это однозначно. Кто не знает, кто такие хейтеры, друзья, это те люди, которые хайпуют и высказывают противоположную точку зрения, которые берут трендовую тему и понеслась. А Баба-Яга против. Да, в простонародье А Баба-Яга против. А я считаю, вы помните, у нас, кстати, Аня, где, спасибо, она классную цитату из проповеди взяла, говорит, все величайшие заблуждения в мире духовной начинаются с одной фразы, а я считаю по-другому. Все величайшие заблуждения начинаются с этой фразы. Поэтому посылает ли Бог эпидемии, трагедии и так далее. Итак, книга пророка Агея, 2 глава, 6-7 стих прочтем. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом этот славою, говорит Господь Саваоф. Итак, я вам скажу очень просто. Бог не посылает эпидемии, но если вы внимательно читаете Библию, вы знаете, что когда приходит эпидемия, к чему Бог всего ведет? Вы в курсе? К чему Он ведет? Что придет желаемый. Посылает ли Бог эпидемии? Он их не посылает, у него нет эпидемии, друзья. У Бога нет эпидемии. Эпидемии придумаем мы. Кто-то придумывает в химических лабораториях, кто-то кушает летучих мышей. Мы всегда, мы найдем, что придумают, друзья. У нас гениальнейший мозг. Он начинается с фразы, знаешь, а слабо, а вторая половина человечества гибнет, просто говорит, слабо, говорит, смотри как надо. И после этого вторая половина человечества гибнет. Мы все время что-то придумать. Чего ты ешь эту летучую мышцу? Кто-то тебя заставлял ее есть? Живую. Что делать тебе нечего было? Экзотика. К чему я веду, друзья? Бог не посылает эпидемии, но если мы действительно в Боге, мы должны понять, к чему Бог, что Бог пытается сказать. Что Бог пытается сказать, друзья? Давайте прочтем местописание простое. Евангелие от Марка, 13 глава, 7 стиха. Когда вы услышите о войнах и военных слухах, слышно о них? Ой-ой-ой. Не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам. Слышно об этом? И будут глады и смятения. В другом месте Писания будет и моровые болезни. Это начало болезней. Так что еще больше будет? Я не знаю, что будет, просто написано, что это начало. Ну так написано, друзья. Были. Но вы, Библия говорит, слушайте, но вы, вы, кому это обращается? Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. Я вас поздравляю. У всех на виду, ибо во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Посылает ли Бог, друзья, болезни? Бог не посылает болезни, но когда они происходят, задуматься нужно о чем, друзья? Не о том, где какую маску купить себе надо, а о том, что нужно проповедовать Евангелие. Я вам открою такую одну, может не знаю, секрет, не секрет, тайну, не тайну, вот не даст соврать пастор Валя и Антон мне в этом вопросе, хотя я не вру, конечно, но просто они могут подтвердить. Когда 11 сентября рухнули башни-близнецы в Америке, особенно в Нью-Йорке, в окрестностях Нью-Йорка и Вашингтон, церкви, которые никогда не насчитывали более 50 человек, никогда, эти церкви вынуждены были строить свои здания, потому что в следующем течение следующего месяца их численность выросла до тысячи и более человек. Народ хлынул, не побежал, хлынул в церкви. В течение следующее воскресенье, после трагедии, следующее воскресенье на покаяние выходило столько, сколько людей никогда не приходило в ту церковь. Но это было временно. Потом эти здания, конечно же, опустили, потому что мы привыкаем ко всему. Но во время, друзья, таких эпидемий люди почему-то у них как-то уши открываются. Знаете, кто-то говорит, уши закладывает, вот-вот откладывает уши сразу. Когда эпидемиям сразу, что, где? Вот знаете, напишите сейчас, вот напишите у себя в фейсбуке о том, что есть проверенное надежное средство. Еще скажите там, что этот самый, кто там, Кашевой или Зеленский сказали, что нужно обязательно пить 4 столовые ложки соды с солью и 4 каплями йода. Уйдет все. Вы увидите, друзья, завтра у вас будут свои адепты. Люди открывают уши, они даже готовы внимать всему. Но это время, когда что должно быть? Евангелие должно быть проповедано, друзья. Это время, когда нужно проповедовать Евангелие. Скажите, аминь. Не котиков надо постить у себя на стене. А что? Евангелие проповедовать. Подумайте, пусть Господь подскажет вам, как это сделать. Найдите хорошие причины для того. Одна из причин, нам сказал, или один из способов. Возьмите бы ту проповедь сбросьте. Поверьте, я вам говорю, вы услышите разное. Я вам гарантирую, я уже привык. Вот что бы вы ни сказали. Хотите для интереса, вот возьмите что-нибудь, возьмите, запишите какую-нибудь идею в Фейсбуке. И у вас, Господи, просто не обращайте потом на это внимания. Проповедуйте Евангелие. Что сказал, пасторование еще должно произойти? Да, слава Богу за Фейсбук. Там только дизлайкнуть тебя могут. Поэтому, друзья, посылает ли Бог болезни? Нет. Но, Он хочет, чтобы было проповедано Евангелие. Аминь. Третий вопрос. Третий вопрос звучит так. Третий вопрос, вопрос номер три. Как не заблудиться в трех страхах? Это я взял из пословицы в трех соснах. Люди боятся. Кто замечал, что паника есть? Я даже, я просто сидел, как будто гречка и туалетная бумага излечивает от этого дела. Если бы так было, друзья, Господи, это страх. Это действие страха, друзья. Оно производит. Люди боятся. То есть, вы поймите, давайте объясню вам секрет. Секрет заключается буквально в следующем. Я сегодня задаю людям три вопроса. Вот всегда. Если я хочу проверить духовное такое состояние человека, задаю три вопроса. Простых. Первый вопрос. Я задаю, земля плоская или круглая? Я задаю этот вопрос. Я всегда, если кто-то приходит к нам из другой церкви в церковь, и знаете, как говорите, пастор, хочу ходить в церковь. Первый вопрос такой, земля плоская или круглая? Если человек говорит плоская, я говорю, я говорю, тебе там надо оставаться, пребывай в том, что тебе вверено. Второй вопрос. Можно или нельзя потерять спасение? Важный тоже вопрос. И третий, о чем я говорил? Не, не, не про туалетную бумагу. Забыл. Не, не. Только что я забыл. Короче, ладно, я забыл третий вопрос? Да, я это помню, я третий вопрос забыл. Я помню, что я задаю вопрос, и третий вопрос забыл. Задаю его и забыл. Ну ладно, неважно, суть не в этом. Короче, первых двух достаточно, чтобы понять, насколько у человека как бы вот, ну, все в порядке. Да, потому что, друзья, на самом деле, мы живем во время страхов. Многие люди движутся страхами. Многие люди, а, вот, вот, третий вопрос. Боишься ли ты смерти? Я задаю человеку вопрос. Если христианин говорит, да, я боюсь, я не знаю, потому что, как там будет? У-у-у, брат, тогда все ясно с тобой. Но третий вопрос, не такой, он, там можно что-то поменять еще. Вот там можно еще что-то менять, потому что тут человека просто, видать, не хватает. Люди боятся смерти. Вы в курсе? Почему люди покупают гречку? Они боятся, что им нечего будет кушать, и они умрут. Понимаете? Люди боятся этого, на самом деле. Промолчу. Промолчу. Итак, друзья, как не заблудиться в трех страхах? Ответ простой. Знаете, друзья, если вы боитесь смерти, там, или еще чего-то, если вы боитесь, у меня есть для вас решение. Если вы уже приняли решение бояться, бойтесь, но бойтесь Бога. Знаете, я говорю, побойся Бога. Побойтесь Бога. Бойтесь Бога. Хотите бояться? Бойтесь, но Бога. Экклесиас, 12 глава, 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. И заповеди его соблюдай, потому что в этом есть все для человека. Почему, друзья, люди, слушайте теперь внимательно, почему люди боятся разных вещей? Сказать вам почему? Потому что они не боятся Бога. Отсутствие благоговения перед Богом порождает страх перед всем остальным. Что будет с моими землями? Ничего с ними не будет. Хорошо, давайте объяснем. Если умирает младенец, я не говорю, что так должно, но не дай Бог, если произошло, ну, не дай Богу. Если умирает праведник, он не умирает. Библия говорит, он уберется от земли. Куда? Вы понимаете, мы интересные люди. Мы, знаете, мы, когда приходишь, когда умирает какой-то человек, в вере умер, ну, от возраста, умер человек, в славе Божьей, умер, все, мы все плачем. Чего вы плачете? Понимаете? Вот, ну, задайте вопрос, чего вы плачете-то? Потому что, ну, вот смерть, мы же не знаем, как там, что там. Ну, так вот, вот в этом-то и проблема. Бойтесь Бога. Нужно бояться, хотите бояться, бойтесь, но Бога. Вот вам сущность всего, друзья, все очень просто. Поэтому, как не заблудиться в трех страхах? Бойтесь Бога. Бойтесь Бога, друзья. Это надежный способ. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Номер четыре. Так все-таки, что же делать? Духа манить или зависнуть на карантине? Давайте попробую объяснить, что это означает. Есть некоторые люди, которые во имя Иисуса Христа вируса не существует. Я вам хочу сказать, вы сколько хотите, можете этого говорить, но он в принципе есть. Как бы он есть. Ну, еще раз. Он как бы есть. Какое он имеет влияние на вас? Это следующий вопрос. Но вы понимаете, что такое духа манить? Есть люди, которые, я помню, однажды я говорю человеку, слушайте, если вы будете делать такие вещи, у вас может произойти такие проблемы. Слушайте, ответ духа мана. Во имя Иисуса я разрушаю. Как Люда Логин говорила? Разрушаю как? Да. Я разрушаю, парализую, атрофирую, замораживаю твои слова сейчас. Во имя Иисуса они падают сейчас и вот они лежат. Все. Но послушайте, это духа манит, друзья. Это реально, когда духа манит. Человек, никакого вируса не существует. Послушайте, зачем вы руки моете тогда после туалета? Да, ну, серьезно я говорю, это не означает, то есть не надо духа манить, но вопрос, а что такое зависит на карантине? Это другая крайность, когда, знаете, когда люди делают, они, они, слушайте, они дезинфицируют, дезинфицирующие вот эти штуки. У них есть, понимаете, вот есть такая штука, вот есть такая, и еще у них одна есть, чтобы дезинфицировать вот эту вот штуку. Ну, вы поняли? Да, а потом ту дезинфицировать. То есть, они уже моют мыло с другим мылом, а мыло, хочу помыть руки, обрызгаю его этим самым. То есть, это тоже крайность есть такая. Понимаете, есть люди, которые ту крайность подают, есть люди, которые в ту крайность подают. Что же делать, друзья, как быть? Вообще, нужно ли христианам соблюдать карантин? Смотрите, давайте объясню сразу, чтобы было понятно. Нас здесь сегодня, вы заметили, что сегодня меньше людей, гораздо меньше, чем обычно на служении. Почему, друзья? Потому что мы сказали, если есть какие-то симптомы и так далее, оставайтесь дома. Я знаю, что у нас нету 200 человек, поэтому, друзья, мы собрались сегодня. Но мы посмотрим, мы посмотрим, как будет развиваться обстановка. Более того, если вы знаете, что локально, на самом деле, только в Житомирской области одна женщина умерла и в Черновецкой области два человека. Мы не способствуем, но пока это локально, территориально, окей, мы, значит, заметили сегодня, многих родителей с детьми нету. Нормально, ничего страшного. Если надо будет, друзья, если мы увидим о том, что где-то этот карантин переместился сюда, ближе к Киеву, не карантин, а вирус, вот заболевание есть, мы проведем служение в онлайне. Послушайте, все онлайном знают, как пользоваться. Только у меня такая просьба. Я сегодня знаю, что человек сегодня около ста нету на служение, а потом посмотрел прямой эфир, смотрю, там где-то человек 45 сидит. 50 человек спят еще где-то, видать. Знаете, такой, карантин. У меня карантин. Друзья, просто дома, вот и все. Поэтому смотрите. Но я к чему хочу сказать? Мы проведем, мы соберемся с видео, соберем здесь 4-5 человек в прославление, я приду, мы соберемся вместе, мы нормально все проведем служение, смотрите возле этого, принимайте благословение, все в порядке. Аллилуйя, Господь жив. Аминь. Это не проблема, поэтому карантин надо соблюдать. Надо, вы заметили, мы поставили санитайзер. Почему, друзья, я объясню вам. В принципе, можно было бы его и не ставить там, но просто я же знаю, что они все руки моют. Вообще руки моют. Поэтому мы для вас поставили. Но пользуйтесь им, это полезно. Слушайте, я вам скажу так, может у вас коронавируса и не будет, но и у вас и расстройство желудка не будет. Вы понимаете, приходят люди, я что-то не то съел в магазине, я всегда людям, это отравился чем-то, я говорю, ты руки мыл? Да я там быстро, руки мыть надо перед едой. Вы в курсе, что большинство заболеваний желудочно-кишечного тракта вот отсюда, из-за немытых рук, друзья, все очень просто. Зашел с улицы, помой руки. Короче, надо соблюдать. И ногти не грызите, да. Ну, короче, это серьезные вещи вообще. Это цивилизованное поведение. Так что я хочу сказать, друзья, не надо ни духоманить, и не надо, друзья, карантиниться, потому что вы не защитите. Ну, как бы, господи, ну вы же вообще что ли не защититься никак, ну не получится. Поэтому, что же делать, как же жить христианину? Библейская позиция заключается в том, чтобы, исполняя все рекомендации врачей и правительства, абсолютно и совершенно доверять божественному управлению своей жизни. Аллилуйя. Господь благ, Он действует. Вы знаете, сколько должно произойти полезных вещей. Кто из вас прочитал Библию за последний год целиком? А кто не прочитал за последний год целиком Библию? Поставьте без задачи на карантин, прочтите Библию до конца. Хоть что-то полезное у вас будет. Пересмотрите проповеди с прошлой субботы. Может, вспомните, о чем она была. Это лучше, поверьте, друзья. То есть, вы понимаете, есть еще раз говорю, есть две крайности. Есть духоманы, которые вообще отрицают любые карантины, а есть другая крайность, которые живут, и я же говорю, они еще раз, они вообще прям совсем в карантине живут, полном карантине уже. Итак, друзья, следующий вопрос, вопрос номер пять. Я не знаю, есть, отвечаю на какие-то вопросы, которые, может, задавал кто-то из вам. Вопрос номер пять. Что же делать христианину в периоды всеобщей паники? Я такую вам придумал золотую фразу, вы ее точно запомните. Истинный христианин, запомните, зимой и летом одним цветом. Он доверяет Богу. Он не перекрашивается, друзья, он не переобувается на ходу, на лету. Истинный христианин, зимой и летом одним цветом, он доверяет Богу. Что делать христианину в периоды всеобщей паники? То же, что он должен делать, когда паники нет. Что делать? Доверять Богу. Когда паники нет, вы доверяете Ему? Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что многие верующие, когда нет паники, они вообще ни о чем не переживают. Поэтому, когда приходит паника, они начинают, что же мне делать? Что делать? То же, что ты делал тогда. А оно не работает, вот поэтому оно и не работает. Слушайте, одна вещь работает и в панике, и не в панике. Доверяйте Богу. Доверяйте Богу свою жизнь. Вот я задам вопрос, например, кто из вас молится перед тем, как вы вообще там выходите на улицу, кушаете жену в доме... Господи. Не надо. Я вам расскажу однажды. Мы пошли с женой в театр. Сейчас расскажу вам такую историю жизни. Мы пошли с женой в театр на комедию. Была комедия, кстати, очень интересно, рекомендую театр Лесси Украинки. Не на правах рекламы, просто интересно, если она еще идет и Лжец-Лжец называется. Интересная очень комедия. А, требуется Лжец. Вот. И, знаете, там такая комедия, вроде как комедия, но, если честно, первые 20 минут что-то мы сидим, я на жену смотрю, она на меня. Ну, вообще не смешно. И, значит, знаете, там главный герой, он говорит какой-то монолог такой, знаете, он что-то там такое прям серьезное рассказывает. И в это время в зале кто-то там на балконе чихнул громко. И он, знаете, среди этого монолога говорит, 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 будьте здоровы. И продолжает говорить. Зал упал вообще. И вот с этого момента началась комедия. Зал все, пошел. Как будто, знаете, бах, и включилось что-то. Вот я понял, друзья, что я сейчас, когда сказал, кушай жену, вот все, понеслась. Вы услышали меня. Вы слышите. Нет, я имею в виду, что когда вы кушаете, хотел сказать, когда вы кушаете еду в доме у тещи, вот вы же благословляете еду в этом смысле. Вы же там благословляете, господи, господи, в твои руки отдаю себя. Я к чему веду, друзья. Послушайте, когда какие-то моменты серьезные, вы же молитесь о чем-то? Правда? Доверяйте Богу. А у меня вопрос, а когда на улице солнышко светит и все классно, вы тоже молитесь так перед тем, как выйти на улицу? Большинство людей не делает этого. Знаете почему? Да все же нормально. Еще раз, истинный христианин зимой и летом одним цветом, он что делает? Доверяет Богу свою жизнь, будущность и так далее. Давайте, друзья, вернемся. 90-й псалом с 5-го стиха прочтем. С 5-го по 10-й стих. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке и заразы, опустошающие в полдень. Вот вам, пожалуйста, вирус короны. Падут подли тебя тысячи, десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Смотрите, я хочу обратить ваше внимание. Послушайте, вы все никогда не читали этот стих, я вам гарантирую. Никогда. Вы только сейчас поймете вообще, о чем этот стих. Слушайте, мы думали, все, я уверен, поднимите руку, кто так думал. Вы думали, что речь идет о том, что если против вас будут выступать враги, то тысяча, десять тысяч этих врагов упадут возле вас. Читали так этот стих? Это вообще не об этом. Смотрите внимательно. Возле тебя пойдут тысячи, о которых коронавирус зацепит. С другой стороны, десять тысяч, а к тебе что? Не эти люди, а то, от чего они упали. Он к тебе не приблизится. Как христианину себя вести? Вот так. Дальше читаем. Восьмой стих. Только смотреть будешь очами твоими и видеть, простите, но возмездие нечестивым. Они же нечестивые. Девятый и десятый. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему. Что же делать христианину, друзья? Господь, твое упование. Времена всеобщей паники, послушайте, это отличнейшая возможность тебе и каждому из нас убедиться в том, на кого или на что мы вообще в этой жизни уповаем. Если во времена всеобщей паники у вас также возникает паника, друзья, вы уповаете на себя, на человека, на что хотите, но точно уж не на Бога. Если вы читали внимательно эти стихи, прочтите их дома еще раз. Прочитайте их дома, читайте эти стихи. Если вы реально верите в эти стихи, друзья, если у вас есть вера и доверие тому, что Бог говорит в своем слове, то вы легко обнаружите, друзья, что у вас никакой паники нет. Почему? Потому что, помните, там написано в каком-то восьмом или седьмом стихе, Господь, упование мое. Я уповаю на Него. Я уповаю по этой причине, я не боюсь. У меня есть доверие Ему. Аминь. У меня должно быть доверие Ему. И тогда паника, она не касается. Наоборот, паника, она заставляет нас четко понимать, что к чему и как, и что нам нужно делать. Что нужно делать? Христианин, друзья, во времена всеобщей паники должен делать две вещи всего лишь. Послушайте. Первое. Благодари Бога за милость, что ты Его дитя. Вот все, что написано в 90-м псалме, с 5 по 10 стих, знаете, о ком написано? О Его детях. Здесь есть дети Божьи? Благодари Бога за это. Первое, что нужно делать, когда все в панике. И второе, что нужно делать, если ты дитя Божье, говори об этой милости тем, кто еще об этом не знает. А они будут слышать. Знаете почему? Потому что у них паника. Говорите тем, у кого паника. Говорите. Сейчас самое прекрасное время благовествовать. Сейчас самое прекрасное время сказать о том, что Господь, Он защищает свой народ. Кто-нибудь может сказать на это аминь? Паника – это отличное время говорить о том, на кого ты уповаешь. И последний пункт, друзья. Что же делать, друзья? Я даю практическую рекомендацию, что же делать, когда приходит момент. Шестой пункт. Пусть господствует Бог в твоей жизни, а не вирус. Пусть господствует Бог. Коронуй, простите за такую фразу, но коронуй в своей жизни не вирус, а Бога. Поставьте на место владычество Бога. Будь человеком веры. Книга Иов, 22 глава, 21 стих. Сейчас говорят, не надо приближаться к другим людям ближе, чем на метр. Слышали, да? Смотрите, друзья, вот я вам дам рекомендацию. Сблизься же с ним. И будешь спокоен. И через это придет к тебе не вирус, а сблизься с Богом. Лучше, друзья, сближаться с Богом, чем с вирусами, поверьте. Лучше сближаться с Богом. Сближайтесь с ним. Пребывайте как можно более в тесном общении с Богом. Устройте себе настоящий карантин с Богом. Самый главный рецепт, друзья, это карантин в его слове. Карантин в общении с ним. Устройте себе этот карантин. Прекраснейшее время, друзья. Кто-то говорит, дети дома, молитесь вместе с детьми. У вас теперь куча времени вместе с ними молиться. Куча времени теперь вместе с ними поговорить, пообщаться, провести время. Почитайте Библию вместе. Включите проповедь, посмотрите проповедь вместе с ними. Это же прекрасно. Это же карантин, это супер время. Никуда нельзя ходить. В Китае там вообще, там на замок закрывали, видели подъезды? Там серьезно, на замок закрывали буквально цепи, с замком мы никого не выпускали из подъезда. Потрясающее время. Шикарное. Никто тебя не мучает, никто тебе ничего не говорит. Просто будь с Богом. Будь на карантине с ним. Используйте время полезно. Сейчас вы посмотрите, вот для интереса зайдите потом в интернет, посмотрите рекомендации, что делать во время карантина. Народ там, короче, и то придумывает, и то. Слушайте, нам так легко, ничего придумывать не надо. Смотрите еще раз. Сблизься же с ним. И будешь спокоен. У вас возникает паника? Сблизьтесь с ним. Ой, я не хочу, чтобы у меня был вирус. Вот хотите, чтобы к вам пришло добро? Что надо сделать? Что сделать надо? Сблизиться с Богом. Сблизьтесь с Богом. И следуйте совету Остапу Бендера. Не читайте на ночь газеты. Не проверяйте интернет. Не смотрите новости на ночь. Читайте Библию. Прекраснейшее время. У меня сегодня в очередной раз люди из моего списка, с третьего этажа, за которых я молюсь, они сегодня ночью боролись с вирусом. В семь они еще боролись, по-моему. Они до семи, друзья, просто его, как это называется, ну, дезинфицировали, вот. Они дезинфицировали себя до семи утра. Я уже не знал, что делать. Я классно, друзья, с 4.33 проповеди послушал. Посадите себя на карантин. Ну, да, у них свой карантин, я за них молюсь. Я имею в виду карантин, проповедь, почитайте Библию полезную. Да, ничего, нормально. Я в наушнике включил, мне нормально, мне хорошо. Итак, последнее местописание. Первое послание Иоанна, 4 глава, 5 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 5 стих. Первое Иоанна, 4 глава, 5 стих. Давайте я открою у себя. Четвертый, простите, четвертый, 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 четвертый стих. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Скажите, аминь. Вы понимаете, почему, друзья, в том Иерихоне у тех людей ослабело сердце и не стало духа? Потому что они не были детьми Божьими. Они не видели себя так. Значит ли это, что дитя Божье не может заболеть? Это не означает. Чтобы не заболеть, мойте руки после еды и так далее, и так далее. Но ваше упование должно быть не на вымытые руки, а на что? На то, что вы дитя Божье. Аминь.